Каким образом лечить у детей ДЦП заболевания? Ну, существует ряд таких, мною применяемых практик, среди которых, наверное, на первое место можно поставить использование фасоли. То есть берут ребенка, его ванночку, выкладывают не менее 3-5 килограммов фасоли белой круглой, кладут сверху голого ребеночка в трусиках, и после этого начинают мягко массажировать вот такой фасолью такого ребенка. Массажируют голову, после этого шею, после этого грудь, после этого ручки, после этого ножки, и после этого обтирают его теплым полотенцем и делают так 3-4 раза в день. Процесс лечения ДЦП в таком случае, ну, очень эффективный. Можно ли использовать данный метод при лечении детей с диагнозом ДЦП взрослых? Совершенно верно, можно и взрослым делать то же самое. Точно так же делается массаж головы. Можно делать фасолью в случае, если у человека есть заболевание инсульт. Вообще считаю, что это уникальная такая вот очень мягкая, уникальная система. Убирает у человека порезы. В случае, если у человека есть заболевание головы, лечит заболевание головы. И даже такой парадокс, каждый раз, когда я делал в свое время массажи при помощи фасоли, то в свое время я начал взвешивать, сколько, вот делаю-делаю, там 2-3 недели проходит, и почему-то меньше фасоли становится. Я думаю, нужно взвесить фасоль. И вот что произошло. Чем болеет, тем больше фасоль засыхает. Если у человека, вот приносили ребенка, у которого было ДЦП, после массажа этого ребенка сначала было фасоли 3 килограмма, после того, когда помассажировал 20 минут такого ребенка, и после этого взвесил эту фасоль, то ее было на 100 граммов меньше. Рассыпалось из этой ванночки, к ребенку ничего не прилипало, а фасоли было меньше. Я могу сейчас уже на 100% заявить, что каким-то образом фасоль высыхает и становится меньше, причем она высыхает на глазах. Вплоть до того, что один массаж такой убирает, ну, из 3, из 4 килограммов 100-200 граммов. Также были случаи, когда у человека был инсульт и заболевание парез. Массажи помогали в очень быстрый срок справиться как раз вот с такими заболеваниями. Продолжение следует...